как увеличить прибыль агентства недвижимости за счет активных продаж коллеги здравствуйте меня зовут максима милинчук и автор проекта риэлтор на миллион и недавно проводя мастер-класс я привел интересный тест который позволяет выявить слабые звенья в агентстве недвижимости и определить перспективные направления в работе с клиентами несколько простых вопросов три варианта ответов легко посчитать баллы и картина достаточно объективная встает перед глазами ссылка на прохождение этого теста ссылка находится под этим видео если до сих пор не посмотрели перейдите и посмотрите пятый вопрос используете ли активные продажи используете ли вы обход квартир домов в презентации на чужой территории знакомитесь ли вы с клиентом другими словами сидите ли вы на берегу или вы ходите сами к людям в большинство используют перед большинство из тех кто ответил на этот вопрос используют периодически но все-таки большинство руководителей компании отметила что сидят на входящем потоке интересное наблюдение руководители компаний директора агентств недвижимости уверены что риэлторы сидят на входящем потоке при этом риэлторы заполняющие анкеты пишут что да мы используем причем интересно когда это люди пишут из одной компании естественно разный взгляд на ситуацию очень коротко не работает часть технологии уже не работает ажиотажа нет люди не бегут за квартирами квартиры быстро не дорожают квартиры не приносят то и тех тех процентов до чтобы вкладывать чтобы использовать недвижимость качестве инвестиций да уже и аренда стала дешевле чем покупка квартиры поэтому это все уже не работает нам нет возможности сидеть и ждать пока клиент созреть чтобы прийти к нам с одной стороны покупателей становится меньше с другой стороны мы обращаем внимание на то что увеличилось количество продавцов если же мы спросим продавца зачем продает квартиру то станет понятно что это будущий покупатель поэтому количество людей которые желают решить свой личный вопрос намного меньше не стало если мы работаем с активными продажами то еще раз покажу этот слайд возможно вы его уже смотрели мы перехватываем клиентов которые находятся на ранней стадии принятия решений опять же мы вышли сами к ним мы напомнили им о себе вот эти люди и они появились нашей базе раньше чем у других если мы правильно ведем этого клиента то возможно что он ни у кого больше в базе и не появится да у нас перескочил слайд и кроме этого если мы проводим активные мероприятия мы перехватываем в том числе горящих клиентов то есть мы перехватываем каждую категорию клиентов то есть если гора не идет магомеду то магомед идет горе действуя по вот этой пословице что можно использовать какие технологии можно применять ну один из примеров я приводил это на мастер-классе если вот и записи есть на нашем видеоканале это участие на ярмарках участие на ярмарках когда вы не просто приходите на ярмарку которая по недвижимости а приходите на ярмарке не специализированные которые не имеют никакого отношения к недвижимости и не просто стоите ждете пока к вам подойдут люди потому что но если человек пришел на не специализированную ярмарку то вряд ли он будет искать где находится агентство недвижимости но если вы активно выходите к людям если вы заводите диалоги если вы контактируете с людьми то высоко вероятно что у вас будет большое число контактов с которыми вы сможете дальше работать ярмарка это все таки определенный затратный инструмент потому что требуется стенд требуется разноточный материал требуется оплатить участие в этой ярмарке есть огромное количество и бесплатных инструментов было бы желание вот один из инструментов это встреча с клиентами во время там день двора день защиты детей какой-то праздник вы можете сами даже если нет праздника в календаре вы можете сами его организовать вот частности мы проводили несколько мероприятий направленных на привлечение людей потенциальных владельцев материнского капитала легко определить если родители идут с маленьким ребенком и катят коляску то вероятность выше 90 процентов что перед нами есть владелец материнского капитала другими словами он катит в коляске более 400 тысяч рублей там почти 500 тысяч рублей у нас разные просто есть у нас в городе есть еще региональный капитал поэтому он еще стоп стоп 17 тысяч рублей поэтому более полумиллиона у этого человека уже есть для обмена квартиры мы встречались с этими клиентами мы общались мы знакомились мы раздаем им под у женщины в руках есть наш журнал таким образом мы расширяем клиентскую базу в один из кейсов которые мы приводили тоже он есть на нашем видеоканале это работа с людьми проживающими в общежития в гостинках домах малосемейных то есть мы уже видим что человек если проживает в общежитии если он возвращен если возвращается домой семья у них есть ребенок то понятно что у этого человека есть проблема он уже он живет с ясненных условиях и дальше наша задача заявить о том что давайте рассчитаем давайте посчитаем не все так плохо как вы думаете давайте посмотрим как можно решить ваш личный вопрос и как ни странно большое количество людей откликается на нашем сайте есть много отзывов где клиенты говорили что мы жили там четыре человека жили в гостинке 17 метров двое подросших сыновей и они писали нам отзыв писали что мы жили и даже не думали что мы так ли можем по мини переехать новую квартиру люди просто думали что это намного сложнее у них была возможность но они не видели как это они могут сделать следующий вариант мы использовали такие промо акции домик выходил из вместе с нашим сотрудником но в домике был кто-то из детей наших сотрудников домик использовался как хранилище наших листовок буклетов материалов и наши сотрудники встречались знакомились это привлекает внимание люди фотографируются мы встречаемся с клиентами мы раздаем буклеты мы это хорошая акция знакомства с людьми в районе особенно если вы участковый риэлтор если вы хотите стать известным в своем районе то это хороший способ познакомиться с людьми следующий вариант это день насколько я помню день защиты детей наши сотрудники выходили в парк мы заключили соглашение с парком на один день какая-то символическая стоимость которая позволяла нам раздавать промо материалы и в общем то таким образом набирать клиентскую базу еще раз хочу показать этот слайд этапы принятия решения то есть мы перехватываем часть клиентов которые находятся на ранней стадии принятия решения которые еще даже не думали о том как переехать но просто они попадают в портрет нашего этого идеального клиента вторая это те кто сейчас уже решают опять съехал слайд прошу прощения и третье наконец это те кто уже находится на этапе выбора квартиры в принципе мы все категории попадаем ну если говорить про активные продажи то уже следующий слайд это мы выходим на совместно с пенсионным фондом мы выходим на владельцы материнского капитала вручаем им каталоги буклеты мы знакомимся с этими людьми и выстраиваем с ними отношения тоже активные продажи это не тот инструмент когда сидишь в офисе и ждешь пока клиент свалится тебе на голову дальше это выступление в рове д от 100 человек минимум и полк дпс был до по 300 человек был это 2011 год это наша запись видео до сегодня его не очень хорошо показывать до ситуация сильно поменялась дамы она уже актуальность потеряла потому что это 2011 год прошло уже пять лет и естественно все но сейчас уже другая структура презентации другая тема презентации все по-другому еще хочу показать первое наше выступление это был 2010 год мы вышли на завод и там проводили это предприятие презентацию все это относится к активным продажам вы не сидите и не ждете когда клиент захочет решить свой личный вопрос вы идете к людям знакомитесь рассказывайте о возможностях и результаты в самое ближайшее время у вас появляются я расскажу о своих результатах что было первое это я выступал в пенсионном фонде в зале сидела восемь человек вот таких же мамочек с детьми было два клиента у нас прошло три сделки выступление поразовалась порядке 4-5 минут на одном из мастер-классов я его практически слово в слово приводил ничего такого сверхъестественного нет и в общем-то три сделки максимальная аудитория в которой выступали ему выступал мой компаньон мой друг он выступал в аудитории я уже говорил это полк дпс до 300 человек сидела в зале там было более 300 кресел практически все они были заняты и начинали проводить с одной крупной компании полиграфической серию презентации из этой фирмы пришло порядка 17 клиентов наши нашу компанию стали нашими клиентами правда за некоторое время это результаты что касается вебинаров и материалов которые вы можете посмотреть на эту тему есть фрагменты нарезанные этого вебинара который называется продажа недвижимости оптом он есть на нашем видеоканале зайдите посмотрите полная версия можете скачать ее если не хотите нарезанные кусочки нарезанные кусочки я считаю удобнее для просмотра они разбиты по темам скачайте полную версию ссылка находится под этим видео если же вы заинтересовались вот активными продажами вы хотите узнать как выходят как наши сотрудники выходят на презентации на выступление и как они проводят эти презентации то специально для этих целей мы создали онлайн тренинг который называется продажа недвижимость оптом 20 более двух лет назад мы создали в первый он был продажа недвижимости оптом просто назывался сейчас 20 мы доработали некоторые материалы и сейчас мы адаптировали технологию к сегодняшнему дню учитывая специфику сегодняшнего рынка какие еще здесь есть особенности здесь принцип такой же 12 занятий после каждого занятия есть обратная связь есть записи выступлений есть слайды есть шаблоны есть чек-листы есть варианты буклетов в общем два формата первый формат для небольших компаний которые вот вы риэлтор или руководитель небольшой компании вы сами выходите в принципе ничего здесь и особенно не надо потому что вы сами вышли все рассказали все сделали собрали клиентов и продали свои услуги второй вариант он более второй вариант участия в тренинге он предназначен для руководителя отделов продаж или руководители компаний там вопросы мотивации организации обучения тренировки в общем все вопросы управленческого характера потому что если вы сами не выходите то это на предприятие не проводите то это должны сделать ваши сотрудники и вот как заставить их как правильно мотивировать их как их обучить об этом как раз идет речь они отличаются хотя в первый блок он универсальный для одного и до второго а вот касается руководителей это только во второй части поэтому если вас заинтересовал я думаю что он вас заинтересовал этот тренинг как за счет выступлений и презентации увеличить поток клиентов зарегистрируйтесь для участия в тренинге продажи недвижимости оптом 20 перейдите по этой ссылке с вами был максим милинчук смотрите следующее видео